приветствуем вас друзья на канале даниила и ларисы сегодня приготовим одно очень интересное блюдо вот такую вот свиную почеревку мы купили или грудинку приготовим ее по технологии судит будет у нас рулет из почеревки по технологии судит для приготовления будем использовать прибор компании мир там я делал обзор этого прибора ну собственно говоря мир то компания мир то и является спонсором сегодняшнего выпуска я делал обзор этого прибора прибор очень классный значительно отличается от китайских аналогов производится в украине единственная проблема доставка только по украине осуществляется интернет магазином этой компании но прибор достойный если вас заинтересует можете посмотреть обзор также ссылку на сайт компании для покупки этого прибора я размещу в описании видео мы вернемся к нашей грудинке для начала разрежем грудинку чтобы можно было ее разделить так сказать чтобы у нас получился длинный пласт для рулета а я пока разрезаю расскажу про технологию судит вообще очень много рассказывал про эту технологию именно в обзоре прибора но те кто не смотрел обзор и не имеет времени его посмотреть сейчас технология судит позволяет приготовить блюдо при низкой температуре то есть исключить образование канцерогенов практически исключить процесс жарки вот как бы нам его разделить вот отсюда хочу сделать рулет такой тоненький тоненький поэтому грудинку такую длинную колбасу хочу ну грубо говоря на длинные пласты разделить грудинка очень классная по технологии сувид она получится очень нежная вообще мы очень много пользуемся этим прибором кстати по технологии сувид те тех кто увлекается приготовлением домашних колбас это вот вареных колбас вареных варенокопченых технология сувид это просто находка для приготовления домашних колбас мы все никак не соберемся снять отдельное видео надо собраться и сделать какую-нибудь вареночку с использованием прибора сувид я думаю что в ближайшее время это сделаем теперь приготовим специи естественно соль сладкая паприка майоран сюда побольше черного перца друзья рецепт нашего ну наш рецепт специй вы найдете в описании видео на самом деле можно использовать ну абсолютно любые специи можно использовать допустим итальянские травы можно использовать базилик ну вот с каким вкусом вы хотите получить свиной рулетик такие травки и можно использовать можно использовать сушеный укроп сушеную петрушку ну вот нам с ларисой захотелось сделать вот такой набор специй не люблю эту чеснокодавилку лариса мне ее подсунула теперь мучается перемешаем все это добавим сюда растительного масла естественно чтобы было вкусно и жирно игр пахнет я думаю улетик у нас получится просто фантастический вот на эту сторону будем наносить наши специи и стараемся теперь ровненьким слоем распределить специи по всей грудинке вот так вот чтобы они равномерно легли чтобы у нас все промариновалось чтобы каждый кусочек грудиночки получил свою законную порцию специй друзья это так фантастический пахнет я вам передать не могу в общем сейчас я обмажу всю грудинку чтоб очень долго не было и вернусь к вам теперь как можно плотнее скрутим наш рулетик чтобы у нас получился рулетик лариса можешь мне поассистировать час его перевязать давай с той стороны можно было его кстати немножко еще тендерайзером пройтись тут уже не растянешь все рулетик готов теперь надо его перевязать таким вот образом делая петельку за петелькой затягиваем наш рулет чтобы он имел форму красивую вот так вот вот получился такой рулетик суперский правда далее всю конструкцию надо завакунировать если у вас нет вакууматора не беда можно обойтись зип пакетом когда мы снимали обзор прибора suvit мы делали два варианта в зип пакете в вакуумном пакете результат не особо отличается поэтому можно обойтись без вакууматора но в данном случае у нас есть вакууматор почему бы не завакунировать готово далее весь кайф работы с сувидом заключается в том что прибор не требует никакого контроля с вашей стороны выставляете нужную температуру и выставляете нужное время я выставил температуру 70 градусов и время три часа время приготовления смотрите пока отсчет времени не идет то есть в этом приборе автоматика настроена таким образом сейчас включился нагрев и только после того как вода нагреется до температуры 70 градусов начнется отсчет времени как только время приготовления закончится прибор просигнализирует мне об этом и мы вернемся к вам и будем уже так сказать последние штрихи в приготовлении нашего свиного рулетика по технологии сувид делать останется там нам всего ничего вот такая штука поставил себе отставил в сторонку и забыл при этом вы ничего не перегреваете то есть у вас мясо допустим так его сварить корректно эту грудинку было бы невозможно это надо было бы танцевать с комфоркой уменьшать огонь чтобы температура держалась в этом диапазоне прикол прибора в том что он поддерживает нужную температуру при этом осуществляет циркуляцию воды то есть у нас будет совершенно равномерный со всех сторон низкотемпературный прогрев нашего рулета вот такая вот штука друзья до встречи через три часа через три часа прибор сообщил нам о том что приготовление закончено извлекаем наш рулетик и нам надо аккуратненько его распаковать мягко отлично уварилась рисование сухую тарелочку пожалуйста друзья как она пахнет это вообще фанта поставь сюда разогнающаяся кладываем его на сухую тарелочку и хорошенько промакиваем бумажным полотенцем надо обсушить именно потому что мы его будем запекать чтобы у нас получилась красивая румяная корочка вот таким вот образом пока я провожу манипуляции с рулетом духовку разогрели до температуры 230 градусов можно запекать на противне мы используем старую сковородку без ручки на ней очень удобно запекать подобные вещи смазываем его растительным маслом и сам рулетик если хотим просто его запечь ну как бы чтобы получилась красивая золотистая корочка тогда смазываем растительным маслом в нашем случае мы хотим сделать немного карамельную корочку поэтому смешали одну чайную ложку меда одну чайную ложку горчицы и одну чайную ложку растительного масла и вот этой вот штукой я смазываю рулет сахар который содержится в меде при запекании карамелизуется и даст такую хорошую классную хрустящую карамельную корочку что на мой взгляд оттенит ну как бы проакцентирует вернее вкус нашего рулета хорошенько обмазываем со всех сторон как же он пахнет вкусно я сейчас с ума сойду от этого запаха торцы тоже обмазываем нашей будущей карамелькой далее отправляем наш рулет в духовку на запекание на 25 минут при температуре 230 градусов с включенной конвекцией немножко меньше ожидаемого времени занял процесс запекания на это ушло 18 минут и наш рулет отлично запекся запахи которые он издает просто доведут меня сейчас до этого припадка голодного друзья выглядит очень вкусно надо дождаться пока он полностью остынет и будем дегустировать рулетик полностью остыл и можно его продегустировать опа посмотрите какая красотуля я люблю рулетик когда тоненько тоненько посмотрите ну разве это не прекрасно посмотрите пожалуйста как он выглядит в разрезе у меня лично ну просто сейчас с ума сойду от от его запаха от его вида давайте будем скорее пробовать ну тис как говорится отведаем фрутис рулетик это божественно по моему сочетанием специи просто идеально сладкая карамельная корочка друзья это нечто сейчас побегу в погреб за чачи из бочки честно ужин классно обеспечен нежнейший и вот сочетанием прекрасное сочетание специй и сладкой карамельной корочки ну это конечно такой вопрос мне очень нравится я очень люблю восточную кухню а там сладкие вот такие корочки практикуются особенно в азиатской кухне попробуйте я думаю вам очень понравится если вы заведомо знаете что вы не хотите карамельную корочку тогда просто при запекании обмазываем маслом но так мне кажется это просто идеально так что друзья с удовольствием вам представляем рулет приготовленный по технологии SUVIT и еще у меня просьба если у вас есть пожелание потому что ну стейки готовить по технологии SUVIT на мой взгляд достаточно банально об этом знают все это готовят все ну и достаточно просто хотя пару стейков все равно мы сделаем если у вас какие то есть пожелания чтобы вы хотели чтобы мы показали вам приготовление какого блюда по технологии SUVIT напишите пожалуйста в комментариях Ну и, естественно, приготовьте рулет, вам понравится. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх, а мы с Ларисой будем снимать для вас новые классные рецепты. Всего доброго, пока!